друзья приветствую вас на канале тон звука и сегодня гостях игорь он играет ногобои и вот в общем то у меня всегда было желание узнать про этот инструмент побольше и сегодня игорь расскажет какие-то нюансы не только вообще ну как бы покажет как играть ну и расскажет некоторые нюансы особенности потому что гобой не совсем оказался обычный инструмент там куча всяких особенностей поэтому в общем что ты можешь рассказать плане допустим ухода плане трости особенно интересно что себя представляет то есть я думаю начать вообще стоит с того что гобой книгу рекорд гиннеса занесен как самый сложный у своих инструментов самый сложный но он делит это место с волторной опять же духовой инструмент у торнесты там свои трудности есть и сказали них нет ни тростей ничего но тем не менее там какую-то конкретно но ты тоже целая наука опять же что касается секрет растей собственно сейчас я поближе сам поднесу и уже как бы покажем вот а вот здесь вот это две камышовые пластинки которые вяжутся на металлический штифт сменный и собственно они у нас формируют звук вот и проблема тростей она для всех боистов очень актуальна потому что ну из-за маленьких размеров трости из-за вообще специфики инструмента очень сложно подобрать трости на себя и это но опять же причина почему боисты редко боя трости почему участок боисты сами делают от себя с учетом особенности своего исполнительского аппарата с учетом требований к звуку с учетом инструмента опять же сам инструмент тоже влияет на то какие должны быть трости вот и но я могу сказать что я пока еще не постиг в полной мере это искусство то есть есть люди которые они могут это заявлять то что делают это там 20-30 лет я даже слышал фразу что там первые тысячи тростей гарантированно не получится а дальше уже возможно сейчас что-то вырисовываться тысячи тростей я пока не сделал так что достижение какого-то истинного мастерства именно вопрос создания тростей для головы мне еще очень далеко в плане вот смотри такой вопрос интересен разница между профессиональным гобоем и разница между ученическим гобоем то есть чтобы люди понимали что перед ними какая разница какие особенности первую очередь выдержка дерева то есть профессиональные гобои они совершенно по-другому выдерживаются совершенно другой отрезок времени и это очень сильно тоже влияет на тембр на звук зачастую какие-то модели для начинающих они бывают даже сейчас с пластика изготавливается это вообще совершенно другое звучание естественно это не тот гобойный звук который должен быть и но второй момент важный это то что ученических моделей механика попроще устроена собственно все вот эти клапана на профессиональных гобоях эти комбинации значительно сложнее бывают позволяют гораздо больше каких-то вариантов то есть допустим там самые какие-то начальные ученические модели там может быть всего два всяких способа взятия ноты фар на профессиональных 3 те же ведь самые начальные опять же могут не иметь там на форсале есть но то себе моль мало октавы на начальных гобоях ее нет и так далее огромное количество вариантов которые не позволяют обои начального уровня который есть на профессиональных опять же это и минус тоже потому что чем больше клапанов тем сложнее настроен а если что-то там из строя выходит он может вообще полностью перестать играть с нюансов тоже больше модели которые подороже да 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 и уход соответственно гораздо более ювелирные более качественные да да вот я даже этот гобой когда разбирал мне до этого долгое время был полупрофессиональный инструмент что ли то есть у него были какие-то фишки профессионального гобоя но при этом это все еще был инструмент ученического уровня и на этом даже там когда его разбираешь некоторые моменты даже сходу непонятны были там у меня грубо говоря можно было на старом гобо просто пружинку подвинуть понятно куда а тут все гораздо сложнее разустроено вот этому тоже надо учиться а чей инструмента кто изготовитель вот именно именно этот инструмент на котором ты играешь чей кто изготавливал его франция фирма лора о интересно но гобой вообще как бы советском союзе в ленинграде делали гобой но это были не те инструменты на которых можно играть то есть только заграничные фирмы сейчас более сейчас китайцы стали лучше делать но там все еще как бы не полностью понятно а вообще в основном это франция германия такие страны а это может сказать родина или этих инструментов или вообще откуда гобой взялся вообще очень спорный вопрос на самом деле гобой большое количество каких-то предков инструментов в древней греции был такой инструмент авлас может знакомое название да 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 вот он тоже как бы считается таким родоначальником гобоя что ли хотя конструктивно он конечно совершенно по-другому выглядел вот так что вообще да гобой я думаю что все-таки с франции берет свое начало именно как более-менее современном виде вот ну и вот сейчас хочу показать просто небольшой такой вот наборчик игорь говорит что это совершенно небольшой набор который он возит с собой необходимо так вот необходимый для ухода прежде всего футляр несколько тростей а почему прям несколько тростей то есть они поочередно используются или это в зависимости от какой-то погодных условий от ситуации но про погодные условия это тоже можно сказать что очень сильно влияет на камыш изменения погоды изменение климата то есть скажем не знаю там вчера было солнце жара сегодня дожди погода сильно изменилось это очень сильно влияет на тросте с они могут там потяжелеть грубо говоря могут стать легче на проду и собственно почему мы их сами делаем чтобы понимать как их подтачивать таких ситуациях здесь она меняется от погоды она и по ходу эксплуатации сама по себе меняется даже если погода стабильно потому что для игры трости для гобоя размачиваются как собственно любые камышовые трости для сксофона для кларнета и тут получается такая вещь что без воды они не играют от воды они гниют то что-то между ними нужно среднее да что она была увлажнена то есть когда что-то средно да то есть перемачивание тоже допускать нельзя потому что если она смеет гораздо раньше а этот инструмент нужен такая стамеска для подтачивания это но вообще считается как именно нож для кончиков то есть он односторонний вот у него односторонняя за . но собственно вот как пример одной из моих тростей на видео как то должно быть видно что концы более тонкие чем другая часть тростил сейчас резкость на виду но неважно короче говоря концы более тонкие и они тонкие настолько что их очень легко вырвать какой-то момент когда они уже истончились до нужного практически уровня они очень легко вырывается и поэтому для концов нас права отдельный наш вообще у нас персонале там обычно три-четыре ножа бывает и каждый для какой-то разной стадии заточки трёшься и они наверное прям как лезвие так бритвы такие прям острые но должно быть очень острые да вот там как острота наибольшая нужна именно для кончиков нож какой-то для основной заточки он может быть и чуть менее острым но тупым ножом в любом случае точнее для ну вот у дудука есть тоже трость надо я допустим таких особенностей про дудук не слышал что там затачивать перетачивать ну там и этот этот рост и ты ее как бы размачивать там особенности в размочки есть а тут прям такое ощущение что эти трости ну прям очень очень тонко за да это свое упражнение искусства то есть я должен признать что вот я там полтора года этим занимаюсь примерно и я пока еще не постиг это искусство в полной мере сначала одну систему пробовал заточки потом решили что она мне не подходит перешел полностью на другую сейчас понял что она мне тоже не подходит вот и как-то пока вот непонятно на что это вылится ну и что-нибудь какое-нибудь произведение так произведение даже не знаю наиграть да ну можно что-то простое замечательно благодарю игр тебя за освещение ну как бы такого обширной обширной темы то есть мы как бы осветили буквально чуть-чуть коснулись да потому что эта тема такая глубокая и мне кажется она бесконечная абсолютно благодарю ребята что вы смотрели это видео кому было интересно ставьте лайки до новых встреч пока